Всем привет! С вами это же Олег и... Ольга Эстетик. Йоу! И что мы будем делать сегодня? Сегодня мы будем смотреть наши любимые балетные видео. Золотая коллекция. Но прежде чем мы приступим к видео, знаешь, что нужно сделать? Поставить лайк и подписаться. Именно. И сделать это лучше всего прямо сейчас. Не откладывать на потом, вот знаете, вся эта прокрастинация, вот эта, вся вот эта штука. А прямо сейчас. Зайти, кликнуть, комментарий написать, знаешь, что видео крутое уже, потому что это вот эти ребята. И все. Ага, вот эти ребята. Мне кажется, их нужно загипнотизировать. Поехали. Ну уж теперь мы точно можем приступать. Поехали! Итак, начинаем. Первое видео это вряться из балета. Это, по-моему, было исполнено на конкурсе. Мне очень нравится энергетика этого видео. Точнее, энергетика человека, который танцует. Давайте посмотрим. Там вот самое главное, что посмотрите на этот выбег начальный. В нем столько экспрессии. Как у Барышникова на прохождение. Не-не-не. Честно говоря, даже не рядом. Честно. При всем уважении. Комментарии зрителей. Молодец. Он молодец. Да как он поет эти позы, ё-моё. Подходы широкие. Да он фигачит. Да только сотри, он каратэ занимается просто. Пропел. Мне еще прическа нравится. Этот шницель. Это прям вообще гениально. Окей. Спиной выход. Ну где вы видели в мужских операциях? Видео напоминает советский балет. Может быть даже до советского. До советский балет. Но сейчас начинается мясо. Я вообще... Он не родился ни в той эпохе. Я таких движений вообще не знаю, честно. Смотрится прям мощно. Смотри, ты смотришь как бы, да? Ну такой, окей. И в конце. На. На. И на. Ну я думаю, он победил этот конкурс. Ну он точно забрал... Судя по визгам зрителей. Он точно забрал призрительских симпатий, да. Мне очень понравилось. Просто ты это видел, оно как бы тебя сначала погружает вот в реацию, балет. И ты как бы видишь не самое чистое исполнение, но очень наполнены. А в конце он как делает эти три револьтата подряд, а в последнем он еще кладет корпус просто ниже 90 градусов. Такое, ё-моё. Вот это, знаете, вот этот есть такой момент, главное, как закончить. Вот это самый... Начал и закончил. Это самый лучший пример вот этого. Ну, я люблю это видео. А ты? Теперь да. Отлично. Теперь мы посмотрим мое любимое видео. Это балет «Маленькая смерть» в исполнении Сильвии Гелем. Правда, мы не будем смотреть полностью. Мы посмотрим только маленький кусочек, который я очень люблю. И посмотрим на исполнение. Ехал. Господи, посмотри на ее ноги. Как она делает? Это тронт. Это ненормально. Это ненормально даже для балета. И вот этот мой любимый момент. Просто я много раз видела исполнение других балерин этого балета, и могу сказать, что... Даже не рядом? Даже не нюхали рядом. Что они не нюхали рядом? Воздух, который посылал себе. Да, слушай, она очень вот так... Ну, это вообще я любимая балерина. Я думаю, это мы можем остановить. Хочешь смотреть дальше? Давай посмотрим. Ух, какие зависания. Очень круто. Так пластичный, пипец. Я не могу комментировать, потому что я начинаю просто зависать в это видео. Залипать, да. Я думаю, можно остановить, потому что мы можем так дойти до конца. Я думаю, если вы захотите посмотреть полностью, вы можете найти на ютубе. Маленькая смерть. Маленькая смерть. Сильвигилием. Да. Очень классно. А следующее балетное видео любой уважающий себя пацан досматривал до дыр. А, и не только пацан. Это тоже мое любимое видео. Это очень крутое видео. Без лишних слов. Смотрим. Мне нравится, смотришь сначала, типа, на Баталова, и думаешь, такой, ну, нифига себе. Нифига себе, да. Вот на таком прыжке дубли фигачат. А потом ты такой понимаешь, ну, не настолько. Окей, окей. Не будем спойлерить. Эх. И Леня. Леня. Блин, так легко, да? Вообще легко. Я видел, что у него родители, по-моему, даже еще старше поколения, то есть там, дед и так далее, они народниками были. Ааа. Сейчас вроде казалось, вот видео должно на этом закончиться. А, стой. А, блин, я думал, он там еще раз делает. Прикинь, я думал, типа, Сарафанов, Баталов, потом Сарафанов делает, потом опять Баталов, и потом Сарафанов фирменную делают. Еще больше, я не знаю, почему-то у меня в голове такая была концовочка. Ну, круто, круто. Сказать, если честно, сейчас такого вообще в Мариинском театре не происходит. Всех после станка уже ушли в буфет. Дай бог там пару человек осталось просто допрыгать до конца. Не то, что уже самим делать двойные туры. Опять же, без всякого дезреспекта, просто, ну, сам факт. Да, блин, ну, очень классно. Я, честно говоря, человек, который делает дубли лучше всех, как минимум на этом видео, это вот, это лучшие дубли, которые я видел. Потому что столько, так легко, причем это пятые идеальные позиции. Это не, типа, там, эх, как пойдет там налево-направо. Очень классно. И вот эта фраза, она стала тоже мемной, типа, Леня, хватит, Леня, Леня. Это тоже очень смешно. Очень часто даже в театрах, да, вот, ну, то, что вот у меня было, там что-то делаешь, там, Леня, хватит, Леня. Это именно рицательное уже. Классно. Есть что сказать по видео? Нет слов. Одни эмоции. Следующее видео из инстаграма. Как сейчас популярная девочка делает очень много пироэтов, но при этом есть один нюанс, который мне очень нравится, поэтому давайте посмотрим вместе. Ну, нифига себе. Круто. Еще прикольно, что, типа, добивающая концовочка. Не просто, типа, как, вот он и скрутила, это и там села. У Симкина такое, кстати, помню, что-то видео было, когда он еще... Да, он не снимал, он надевал? Я не помню, что-то с одеждой он делал, но там не было добивочек у него. Мне просто кажется, очень легко снять футболку, когда ты крутишься, но мне кажется, очень сложно надеть. Кажется. Это очень сложно, честно. Это в любом случае сложно. Можете попробовать. Да, потому что ты, когда надеваешь футболку, ты теряешь, получается, точку, и вообще теряется, мне кажется... Так, по сути, наша первая позиция во время первого, это фото-каркас, на котором мы держимся, вот у нас. И тут ты просто их расслабляешь и начинаешь им делать совершенно другие вещи. Это, типа, как, я не знаю, одной рукой жонглировать. Это как цирк немного, наверное, но... Мне нравится это видео. Да, очень круто еще на шпагат. Мне нравится, что концептуально. Не просто сняла села, то есть, типа, как лау-эффект. А тут еще у нее смешная надпись, что-то типа, я не чувствую своих ног. Да. Да, я не маю... Я, правда, не чувствую свои ноги. Поэтому, блин, крутяк. Далее мое любимое видео, точнее, номер, если не брать какие-то смешные. Смешные я люблю больше всего. Хотя оно тоже смешное, как ни странно, но это уже какой-то номер, это искусство, нежели чем просто ха-ха. Соответственно, это хореограф Джером Робинсон. 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 В гости к Робинсону. Давай уже приступим. Ой. На всякий случай буду пояснять, она тут не в рисунке. С недовольным лицом пошла обратно, встава в рисунок. Ой. Это типичная ситуация, когда ты первый раз встаешь в кордебалет. Первый год артистки балета называется. Кордебалета. Я вот обожаю такие нюансики в этом номере. То есть, типа, понятно, что одна делает в другую сторону, все в другую. На самом деле, очень, для того времени вообще нового очень. Они делают хорошо, и это непросто. То есть, тут она рисунок сместила. И перебежка. И очень музыкально, хочу сказать. Что вот эти все моменты. Следующее видео будет от меня. Оно очень коротенькое, но мне очень нравится этот момент. Это последняя часть «Лебединого озера» Черного ПТТ. Вика Черешкина делает диагональ пике. И в этот момент на сцене происходит кое-что очень интересное. Люк. Побежала, побежала, побежала. Я думаю, вы, возможно, даже не увидели то, что произошло. Но там была черная кошка, которая перебежала ей дорогу. Так, стремительно побежала по диагонали. На самом деле, очень прикольно, необычно, потому что все-таки сцена Мариинского театра. Настолько же стремительно, как Вика делала турпике, называется. Настолько же стремительно кошка убежала в другую сторону. А причем, насколько я знаю, эта кошка живет там. И она частенько выходит на сцену. Правда, из-за этого не платят. Только теперь ей дали роли какие-то, начали давать, да? Знаешь, типа не просто она пробегает где-то, а теперь она там в шляпе, в сусаме выходит. О, очень мило. В спящей красавице. Я бы сходила на такой балет. Куклачок. Я искренне надеюсь, что ее отчитали потом на ковре, что она все-таки без... Лишили премии. Без премии, без зарплаты. Премия бискоса. Два месяца без бискоса теперь эта кошка живет. Ну, это очень мило. Я люблю кошек. Прикольно, прикольно. Кошки плюс балет. Но это не сочетается никак. То, как в балете спящая красавица. А в каком еще балете есть кошка? В этом, судя по всему, теперь у Лебединого озера. И в Лебедином озере. Два балета, в котором есть кошки. Это спящая красавица и Лебединое озеро. А следующее видео, это кусочек из мужской вариации, из балета спящая красавица. Без лишних слов приступим? Да. Это четырехчасная вариация. Она очень сложная. То есть последующие события, они как бы объяснимы. Я думаю, он очень устал. То есть по его подходу... Да, уже видно, что... Победность выжимать. Из последних сил давай до конца, иди, иди. Ой, побежал. Да, чуть-чуть. Ну, лицо счастливое. Главное, в конце улыбнуться. Это, я думаю, залог успеха. Мне нравится, что, типа, обычно балетные используют подходы такие, как глиссад широкий, либо покорил. А тут он для... В качестве подхода он такой трусцой небольшой пробежал. Просто в угол решил... Набрал, набрал, и эффектно закончил. Просто побежать. Было бы хорошо, если бы он до конца, как говорится, дошел буквально в смысле до конца вариации. Пешочком прошелся, и... Здрасте. Концовочка. Ну, мы приступаем к последнему видео. Да. Это японский гал-концерт с звездами мирового балета. Оп! На, какой шпагат. Блин, он на 2 метра вылетел. Какой... Да, я должен точно сказать, что когда... Я пробовал стоять на касках, это для развития голеностопа очень полезно. Кстати, всем советую. Касках. Объясни, что это пуанты, потому что... В касках, говорят, только в Питере. Короче, в пончус. И очень сложно вставать, если у тебя не разработанный голеностоп, на подъем. То есть полностью вываливать их так. И танцевать на пальцах очень сложно. То есть я вот делать ролеве вот этих невозможно. Никакого, ни баланса, ничего. Просто реально очень сложно. И тут Иван Васильев танцует всю вариацию вот в таком положении стопы, а дальше он еще и будет крутиться. Я, кстати, думаю, что мальчикам надо каждому попробовать потанцевать на пуантах, чтобы они потом не говорили. Ой, да у вас у девочек вечно вот эти вот ваши мозольки, вот эти вот ваши пальчики. Ну, у меня скорее сложность... Сначала попробуйте. У меня сложность не в том, что натирают, а именно в том, что реально очень сложно стоять. Ну, ты думаешь, ну, почти то же самое, что, типа, и без пуант. Вообще нет. В 300 раз сложнее. Ладно, дальше к видео. Вот тут проскользил такой слайдик. Бантовый этот огромный розочка. И он по этой розочке себе. Он прям по голове реально бедный. Кажется, это же звук есть. Можно травм получить, мне кажется. Прикинь, он выпрыгивает эту кольцо себе по виску и просто без сознания падает. Мне кажется, у Вани всегда так все делает, что можно травм получить. Мне особенно нравятся девочки на заднем плане. Они, кстати, так тарадор изображают, она девочка не поворачивает гул. Смотрите, я наполню стопу. Каждый пируэт – это прыжок, а не пируэт. Шикарная женщина. Я думаю, он симпровизировал концовку. То есть, Сипон закончил немного раньше, в образе что-то там зашкерился. Мне кажется, этот концерт вообще такая сплошная импровизация. Да, но она и делает его, мне кажется, только лучше. Очень крутой формат, кстати. Жалко, что в России нет таких концертов, когда там балерины такие, примы, всех театров, танцуют мужские вариации. А мужчины надевают какие-то пачки, пуанты, они танцуют женские вариации, они танцуют вместе по ДД, это очень круто. Даже не обязательно про смену гендера. Мне кажется, там гораздо больше приколов. Да, именно формат. Там типа всякие… Аниме были. Ну да, 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 типа стандартное по ДД, я что-то такое видел, но они вынимают костюмы. Да, вынимают. То есть, это прям казенка по хореографии, но костюмы смешны и смотрятся совершенно иначе после этого. Там, где какой-то Наруто танцует с, я не знаю… С Эйлор Мун. Да, что-то такое типа. Не из этого мира. Ну что, мы заканчиваем на сегодня. Вы спросите, почему так мало? Где еще наше видео? Но, знаете, я решил сохранить интригу. Если это видео наберет… Четыре лайка. Пять лайков. Мы сегодня играли по кругу. Давай добавим. Окей, давай. Нолик. Триста, да? Давай. Триста лайков. Это что-то небесное для внешних показателей моего Ютуб-канала, но давайте. Триста лайков будет вторая часть. Мне триста лайков не будет. Вам, наверное, неинтересно, но мне тоже. С вами были Ольга и Олег. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наши соцсети. Активность под этим видео. И давайте. Аниме.